Что же здесь произошло? В один момент школа преобразилась, в главном дворе появился страшный символ, а часовня продолжает свой адский бой. Только послушайте. Это часть номер 6, прохождение игры Silent Hill. На 100% друзья, Гарри ринулся к выходу, чтобы избежать из-за того ужаса, но дверь уже была заперта. Как и дверь башни, также заперта. Назад пути нет. Это вообще не радует. Мы врываемся в школу через эту дверь и посмотрите, что стало с ее коридорами. Просто тут заперто. Врываемся на склад, друзья. Сюда, кстати, нельзя было попасть в нормальной школе. Посмотрите сейчас на пол. Он представлен какой-то окровавленной металлической решеткой, под которой нет ничего. Как будто это место висит где-то в пространстве, над бездной. Так. Здесь каталки, на которых обычно вывозят тела мертвых. И знаете, кто-то здесь решил поиграть в игрушечки. На полу валяется кукла. Гарри бросился в глаза. Этот резиновый мячик. Довольно яркий. Это резиновый мячик. Взять его? Да. Вот там, посмотрите. Чье-то изуродованное, обезличенное тело. У некоторых кукол нет головы. Вот такие вот игрушечки в этом месте. Так, сейчас надо не попасть под раздачу. И с таким видом это очень просто. Надо же. И второй идет. Лучше убегать. Лучше просто убегать. Хотя он меня разозлил. Он меня сильно разозлил. Так что я сейчас все-таки попробую надавать. Не подходи. Не подходите оба вы. Забившись в угол, мы даем отпор этим монстрам. Одному и второму. Теперь можно зайти в эту комнату, друзья. Тут какой-то адский вентилятор. Я помню, в этом помещении у нас тогда были только патроны. Для чего нужен этот вентилятор? Судя по всему, он перерезал уже не одну... Ни одну партию людей сверху там. Посмотрите. Потому что до аптечки тяжело добраться. Но мы добрались. Тут, кстати, опять мог зареспауниться монстр. Нет, сейчас нету. Еще одна закрытая дверь. И остается тогда, получается, один путь в спортзал. Спортзал лучше быстро пробежать. Посмотрите на пол. Он кишит тараканами вот такими. Они кусучие. Их так много, что лучше просто пробежать вот так. Теперь открыто. Там больше ничего нет. Только куча тараканов. Я хотел исследовать коридор, но кто-то уже поставил здесь... Эту стену. Как же странно, а? Заходим в класс. Помните эти красивые классы? Теперь они превратились в какие-то комнаты пыток. Сверху висят окровавленные цепи. Крюки. Одесские шкафчики обратились в сочащиеся густой кровью камеры. Ужаса. Так. На столе карты. Как будто принесенные сюда из нормальной школы. По столу рассыпаны карты. И вот, узнаете. Это же точно такой же рисунок, как был там на картине. Помните ту злую дверь? Это карточка с картиной. Взять ее? Взять. Посмотрим. Карточка с картинкой. Прямоугольная карточка с изображением ключа. Найдена на столе в классе. Резиновый мячик. Розовый детский мячик светится в темноте. Нам бы подлечиться. Вот так. И теперь смотрите какая ситуация. Единственный путь через класс. Когда такие условия, друзья, то как правило там будет очень-очень сложно. Вот и этот класс кишит монстрами. Тут их, по-моему, аж четверо. Я попробую просто проскочить вот так. Если получится, да. Кинжал просто в миллиметре от нас. Там их четверо. Понимаете? И это единственная возможность пройти дальше. На харде даже с пистолетом. Смотрите, дверь здесь заклинила. Тоже специально, чтобы мы полностью прошли через ту комнату. Комнату смерти. Которую, к счастью, удалось миновать. Хм. Похоже на импровизированный люк. Но закрыто. Хорошо. Пойдем дальше. Так, хорошее расстояние, чтобы поставить трубу. Но главное, потом не промахнуться. Потому что Гарри может. Он из тех, что может. Гарри, что ты творишь? Ну, будь ты не ладен. В общем, мы получили. И получили еще раз. Так. Снова. Лечимся. Ну, а как? Что нам еще остается? Вырубай. Вырубай, говорю. Смотри, второй уже встал. Так. Еще не все. Есть еще третий. Вон он там. В углу. Смотри. Света музыка. А? Так даже ты испугаешься. Ну, иди сюда. Наконец-то он среагировал. И довольно быстро. Ринулся к нам. Сделали всех троих. Закрыто. Так. Тут. Теперь открыто. Можно выйти в главный двор. Медпункт. Медпункт. Хоть в медпункте будет какая-то помощь. О. Можно сохраниться. Сделаем это позже. Кровать так и осталась. Но за окнами. За окнами. Я не пойму. Это какие-то туши. Похоже на гигант... На чьи-то гигантские ноги. Короче. Огромные куски плоти. Абсолютно деперсонифицированных личностей. Есть аптечка. Шкафчик оставили. И в нем настолько. Блокнотик тоже учтиво лежит. Сохранимся чуть позже. Так. Сколько вас появилось? Двое уже, да? Можно меня не жрать. Ну, ну, ну. Я ведь даже не стал сохраняться. Надеюсь, что... Такой мерзости не произойдет. Она не то, что произошла. Она еще жизни отняла. Слушайте, да одну вас к черту. Идем в приемную. Картина стала реальностью. Я отсюда валю. А тут эти. О, кстати. В этом узком проходе их довольно удобно. Выносить. Надо, чтобы они еще сюда подошли. А нам-то идти больше и некуда. Тогда надо набраться мужества. И прийти к этому месту. Я еще думал, где может быть эта дверь. А вот она теперь перед нами. Пачка патронов. Что у нас с жизнями. Так себе. То, что аптечек больше, чем настоек. И хорошо, и плохо. Хорошо, что мы сохранили аптечки. Плохо, что заканчиваются настойки. Господи. Господи, зачем этот диван прикрепили. Этими кровавыми. Что-то же не поймешь. Что это такое? Крюки какие-то. Как скорпион выпускает. Что это? Это часом не дверь? Если это и дверь. Здесь нет ни замочной скважины, ни даже ручки. Она немного поддается при толчке. Но открываться не желает. Что это? В центре двери есть узкая горизонтальная щель. Зачем она нужна? Очевидно, что у нас есть вот такая карта, друзья. И мы ее применим. А вы думали, только в современных бизнес-центрах двери карточкой открываются? Карточка с картинкой вставлена в щель. После этого дверь становится открытой. Так, мы теперь переходим в оставшуюся часть первого этажа школы. Альтернативной школы. Можно открыть дверь с этой стороны. Коридор снова кто-то забаррикадировал. Так, ладно. Давайте сходим в туалет. По-большому. После таких ужасов. Раковина вся заляпана кровью. Здесь ничего. А где дверь? Что такое? Что случилось? Здесь дверь сейчас была. Туалет теперь служит порталом, друзья, на второй этаж. Как вам такое? Мы оказываемся на втором этаже. Так, ну давайте посмотрим тогда в этот туалет. Может он нас телепортирует на третий? Нет, но здесь куча патронов. К пистолету. Еще к пистолету. И здесь немного дробовых патронов. Первая упаковка патронов на дробовик наша. Боеприпасы к дробовику. Мы нашли их первые дробовика. Сколько у нас сейчас патронов на пистолет? 114. Ну, 108 и 15. Нормально. Нормально. Друзья, вы видите? Вы видите эти глаза крысиные? А этот нос? Посмотрите внимательно. Как будто какой-то монстр с крысиным лицом вот так вот расставил лапы. И хочет нас схватить. В приступах паники начинает колошматить трубой по двери. Вот, опа! Мистика. И мы на первом этаже. Давайте зайдем в туалет. Вот этот. Монстры есть? Как-то он на туалет не похож. Ну, хотя кровавленная раковина. Омерзительно. Jesus Christ. Распятый труп. Жуть какая. Давай, хватай. Просто хватай с пола этот дробовик. Этот дробовик. Взять его. Схватить его. И ноги отсюда. Как он там дышит. Что дальше? Дальше опять пока что один путь через учительские. Что у нас с жизнями? Средний. Вооружимся пистолетом. На скамеечках нет никаких вкусностей. Я уже не помню, сколько здесь будет монстров. Будут ли они здесь? Есть один. Убегай! Понятно. Таракан. И двое этих. Ценой собственной жизни это узнал. В общем, он прицелился в таракана. Я в таракана стрелять не хотел. Ну а что было дальше, вы сами все видели. Может получится опять же эту комнату проскочить. Ну да, вот так вот можно. Таракан что-то не укусил, но не успел. Здесь похоже тоже есть монстр. Замок заклинило. Эту дверь нельзя открыть. Еще патроны. Три телефона на столе. Двое из них без трубки. Как они сюда попали? Кажется, телефон сломан. Очевидно, что он сломан. Он даже никуда не подключен. Так. Есть те, кто вздрогнул. Звонит неработающий телефон. Папочка, спаси меня. Папочка, где ты? Шерил. Это был голос Шерил. Я нужен ей. Но как мне ее найти? Шерил. Кажется, телефон сломан. Кажется, мы начинаем сходить с ума, Гарри. Так. Опять же, один путь. This way. Я бы пошел, сохранился, но... Хотя, если через центральный двор, да, это сделать? Главное здесь не попасть под раздраж. Здесь могут сразу быть монстры. Ну, так и есть, да. Я лучше сюда сразу. Тут никого. Все пошли. Принесли себя в жертву вентилятору. Это хорошо. Тогда давайте сходим, сохранимся, друзья. Блин, не бей ты так по нервам, а. Я уже сам на грани. Такое впечатление, что я начну сейчас кричать в этом месте. Так. Добежали до блокнота. Медпункт. А вот это похоже на изваяние другого демона. С закрытыми глазами. Более широкого. Пропадите вы пропадом. Так. Все, что можно было здесь осмотреть, мы осмотрели. Вестибюль. Я забыл про вестибюль, друзья. Тогда идем в него. Мне опять придется пройти мимо этой часовни. Я ненавижу ее бой. Стучит по мозгам. Придется здесь вот так вот действовать. Теперь. Доставай быстрее. Сейчас не успею. Хотя бы я сохранился, да. Не пускай его к себе. Не подпускай. Однако в этом месте тоже очень тяжело пройти без урона, друзья. Попробуем. Пробы успехом не увеличаются. Ну что ж такое, а? Не смей. Так. Нет. Нет. Не смей. что это за приспособление это пытали жестоко пытали это ампула инвалидное кресло что она здесь делает снова инвалидное кресло как будто напоминает нам страданиях сюда мы заходим только за ампулой ампула обезболивающие с ним мои раны исцеляются быстрее эффект ампулы быстро исчезает теперь нет пункт сохранимся еще раз теперь мы точно исследовали все что можно было на первом этаже есть только одна закрытая дверь вот та которая назвал люком не надо бить по мозгам так теперь наш путь лежит на второй этаж и мы пойдем туда в следующей части друзья красиво 6 7 а